Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем говорить о том, о чем действительно стоит говорить и что стоит послушать. И сегодня у нас на связи депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Алексей, во-первых, сразу большое спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться, за все то, что вы говорите о Беларуси. Как вы поддерживаете Беларусь и за то, что поднимаете белорусский вопрос Верховной Раде. Спасибо вам! И буду в будущем так поступать и делать. Спасибо большое! Давайте, наверное, начнем с самых вопросов таких простых. Насколько я знаю, вот мы с вами пообщались, вы сейчас находитесь в Верховной Раде и у вас перерыв. Скажите, пожалуйста, как часто в Верховной Раде поднимается, обсуждается вопрос ситуации в Беларуси? И в каком ключе он обсуждается? Действительно, сейчас перерыв заседаний. Ну и не далее, как сегодня моя коллега по фракции Европейской Солидарности, Ивана Климпуш-Цинцадзе, поднимала вопрос необходимости остановки импорта электроэнергии из Беларуси. Чтобы мы не поддерживали таким образом узурпатора Лукашенко и заняли общую позицию с балтийскими странами, странами Евросоюза, которые отказались от электроэнергии, от Беларусской АЭС. Вчера тему импорта электроэнергии поднимал я, обращаясь к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины, который тут присутствовал. И требовал немедленного решения этого вопроса и остановки импорта белорусской электроэнергии. То есть в принципе тематика Беларуси поднимается, есть в составе Верховной Раде создано объединение мишекционное за демократическую Беларусь. Я имею честь его возглавлять, создали мы его летом, еще в июне месяце до президентских выборов в Беларуси, но уже когда было очевидно, что белорусский народ проснулся и хочет перемены. И мы создали такое объединение, цель которого помогать нашим братьям белорусам Сибрам в той борьбе, которую вы ведете за лучшее будущее вашей страны. Скажите, пожалуйста, Алексей, раз уж вопрос поднимается по поводу электроэнергии, покупки электроэнергии, как бы вы могли вообще прокомментировать ситуацию о том, что не так давно, буквально две недели назад, если я не ошибаюсь, это был один из высокопоставленных чиновников Украины, может быть даже премьер-министр, вот сейчас, к сожалению, сходу не нашел быстро информацию, чтобы подтвердить, сказали, прозвучала фраза о том, что политика политикой, там ситуация в Беларуси понятна, но бизнес есть бизнес, мы покупаем энергию, потому что нам это выгодно, и раз уж поднимаются вопросы, может быть вы как-то нам баланс сил распределите, почему правительство Украины не делает шагов, подобных тем, которые делают прибалтийские страны, Польша и западные государства, многие другие. Баланс сил таков, я вообще представляю оппозицию и нахожусь в оппозиции к действующей украинской власти, но на самом деле в этом вопросе, я, кстати, такого публичного заявления ни от кого не слышал, более того, на одном из наших таких, у нас такая Шустер студия, это один из самых популярных национальных эфиров, буквально две недели назад я тоже поднимал тему от того, что мы должны остановить немедленно импорт белорусской электроэнергии в связи с тем, что творит Лукашенко в своей стране, и там же присутствовал исполняющий обязанности министра энергетики Украины, который публично поддержал мою позицию и сказал, что да, это необходимо делать и отключаться. После этого министр иностранных дел Украины тоже сказал о такой же позиции, что Украине нужно отключаться от общей энергосистемы с Российской Федерацией и Белоруссией, а значит прекращать импорт электроэнергии из Белоруссии. То есть, в принципе, как раз заявления представителей власти здесь позитивные и правильные. Другое дело, что заявление это хорошо, но хочется уже, чтобы было принято решение. В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который позволит решить этот вопрос. К сожалению, на эту сессионную неделю он не был вынесен, но однако, как я уже сказал, мы эту тему поднимаем в сессионном зале, и я надеюсь, что в ближайшие сессионные недели все-таки этот законопроект будет вынесен. Мы его проголосуем и остановим вот такую поддержку режима Александра Лукашенко. Алексей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот давайте начнем с того, что ваше отношение, ваш взгляд, взгляд партии, которую вы представляете. Светлана Тихановская, является ли для вас, для вашей партии и оппозицией, которую вы представляете, по сути, законно избранным лидером белорусского народа? Есть официальная позиция государства Украины, которая заключается в следующем. Украина не поздравляла Лукашенко с избранием. В парламенте Украины было принято обращение, в котором, ну, к сожалению, я предлагал один вариант этого обращения, а в итоге было принято более мягкое обращение, однако, в котором речь идет о фальсификации выборов, что важно. Мой вариант просто предусматривал прямую фразу о том, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси. Было принято более мягкий вариант, однако, который указывает на фальсификации и невозможность установить результат и так далее. Поэтому, в общем-то, мы можем считать, что Украина не признает Лукашенко президентом легитимным. Те контакты, которые были запланированы между Украиной и Беларусью на президентском уровне на осень-зиму этого года, были все отменены, там планировалась большая конференция в Гомеле, визит президента Украины в Беларусь, все это отменено. В то же время, мне кажется, что Украина должна была бы занять более жесткую позицию и прямо заявить о непризнании Лукашенко президентом. Однако могу сказать вам, что в украинских медиа в большинстве своем Лукашенко называют или самопровозглашенный президент Беларуси, или нелегитимный, ну то есть каким-то подчеркивая, что легитимности у него нет. И эта точка зрения в украинском медиаполе тоже выражена. Что касается Светланы Тихановской, такого решения государственного, признать ее избранным президентом, нет. Но, собственно говоря, как этого нет и со стороны других стран. Очевидно, что во время президентских выборов Светлана Тихановская набрала больше голосов, дальше выборы были грубо сфальсифицированы, и ситуация зашла в тот угол, в ту патовую ситуацию, которую мы имеем сегодня. В штабе Светланы Тихановской говорят о том, что были попытки связаться как-то с представителями Украины, с самыми высшими чинами и вплоть до президента Украины, но пока не идет страна Украины на контакт. Какой-то такой прямой контакт, встречу, может быть какой-то разговор о том, что с этим всем делать, выразить поддержку во время встречи штабу Тихановской. Как вы думаете, почему так происходит? Потому что Украина вроде бы как декларирует о том, что она поддерживает европейские ценности и вот это сближение с Евросоюзом. В Евросоюзе лидеры стран делают это, в Украине пока нет. Я думаю, тут несколько аспектов. Во-первых, я, пользуясь вашим каналом, приглашаю к онлайн-встрече Светлану Тихановскую с нашим межракционным объединением, в котором есть представители всех парламентских фракций украинского парламента, кроме ОПЗЖ. Это такая, называется у нас оппозиционная платформа «За жизнь», но это такие путинцы. Они тут ходили, когда мы проводили акцию в поддержку белорусов, были с бело-красно-белыми флагами, и вся Верховная Рада была бело-красно-белая. В этот же момент, кстати, у меня флаг с тобой есть, и надо будет обязательно его в конце тоже поднять и показать вам. Так вот, в этот момент они стояли там с флагами Советской Беларуси, то есть такая фракция у нас есть, но она в глубоком маргинесе находится. А вот так в нашем объединении есть все фракции, и мы рады и приглашаем Слану Тихановскую к общению. Я такое, кстати, приглашение уже несколько раз передавал, к сожалению, пока такой онлайн-встречи не произошло. Кстати, может быть и не онлайн, когда ослабнут карантинные ограничения, мы приглашаем Светлану. Вот спасибо мне коллеге уже дали, вот бело-красно-белый флаг, который с тех пор, собственно говоря, у нас тут и находится. С августа месяца мы его с зала не выносим. Но это один из тех многих десятков флагов, которыми была завешена вся Верховная Рада, может быть, даже и сотен флагов. От имени нашего объединения я приглашаю Слану Тихановскую в Киев, и как минимум встречи на уровне нашего объединения, Максим Медийный и прочие, точно состоятся. Если пока можно было бы провести такую онлайн-встречу, мы в этом очень заинтересованы. Более того, у нас есть такой опыт, я сейчас чуть-чуть отвлекусь, такие группы за демократическую Беларусь существуют и в польском сейме, его возглавляет Роберт Ишкевич и в литовском сейме его возглавляет Жигимонтос Павильонис, который сейчас был избран главой Комитета по международным делам сейма Литвы. И мы находимся в коммуникации с ними, и такие онлайн-встречи проводили. Поэтому мы были бы рады пообщаться с Исланой Тихановской. Я думаю, это могло бы стать первым таким шагом к дальнейшим контактам уже с представителями украинской власти, исполнительной и президентом. Есть вторая причина, я думаю, она тоже имеет место. В Украине довольно болезненно реагировали на высказывания Светланы про Крым. Светлана как-то вначале вообще уходила от этого вопроса, а потом говорила, что как-то де-юре украинский, де-факто российский. Ну, в общем, для Украины это больная тема, вы понимаете, у нас аннексирована наша территория. И для Украины очень важно услышать четкую, ясную позицию Светланы о том, что Крым – это Украина, на этом точка. Все остальные разговоры де-факто, де-юре – это уже... Крым – это Украина, как считает весь цивилизованный мир. Вот это тоже, я думаю, облегчило контакт Светланы с Украиной и украинскими официальными лицами. Ну и, конечно, есть третья причина – субъективная. К сожалению, недостает иногда нашему действующему президенту, но я являюсь, еще раз скажу, оппозиционером, недостает ему твердости и решительности в каких-то вопросах. Поэтому и здесь он ее частично демонстрирует. Думаю, что мы все могли бы ему вместе помочь, чтобы пройти эту ситуацию и действительно контактировать с белорусской оппозицией в лице Светланы Тихановской. Скажите, пожалуйста, Алексей, мы сейчас немножечко сместимся вот в Беларусь. Во время разгона маршей, во время облав во дворы были замечены люди, которых идентифицировали с именами, фамилиями и выяснилось, что это сотрудники небезызвестного украинского Беркута, который действовал на Майдане. И примерно так же продолжают действовать сейчас эти люди в Беларуси. Знает ли... Ну, как-то этот вопрос поднимается в Верховной Раде. Может быть, генпрокуратура как-то занимается этим вопросом, потому что, по сути, украинские граждане перебрались в Беларусь и сейчас являются наемниками, которые зверствуют при разгонах мирных маршей. Да, Анатолий Лебедько предоставил мне такие данные. Вот он был в Киеве несколько месяцев назад и предоставил, встречался с нашим объединением, предоставил нам такие данные. Мы сделали соответствующие запросы в украинские правоохранительные органы и ждем реакцию. И, конечно, я это очень даже допускаю. Мы видим тех бандитов в форме, которые зверствовали во время революции достоинства в Киеве. Мы их видим и в Москве, мы их видим и в Минске. И, собственно говоря, понимаем, что вот эти диктаторские режимы Путина, Лукашенко привлекают их, ну, таких зверей. И, конечно, их нужно максимально идентифицировать и наказывать. И это общая наша с вами задача. Ну и, конечно, раз мы уже коснулись революции достоинства, мы все помним и чтим память Жизневского, который стал одним из первых погибших, к сожалению, погиб на Майдане во время революции достоинства, беларусь. И для нас это очень важно. И это такая связь тоже, которая подчеркивает еще раз, наша связь между Украиной и Беларусью. Кстати, наше объединение помогло в выпуске книги «Белорусский Донбасс» авторства Катерины Андреевой и Илья Ша. Вы знаете, может быть, этих журналистов, «Радио Свободы» Минска, которые, кстати, сейчас тоже подвергаются репрессиям. Вот в Украине вышла такая книга, где рассказывается о судьбах многих беларусов, причем с двух сторон. Одних, которых вербовали российские светслужбы, и они ехали на Донбасс сражаться против Украины. И одни, и других, которые в основном представители оппозиции, которые ехали в Украину сражаться за Украину на Донбассе против российской агрессии. Раз уж заговорили про российскую агрессию, вот сейчас на русском слово подобрать не могу в отношении к Украине. Вы, кстати, если что, можете переходить на белорусский. Я, как и все украинцы, мы хорошо понимаем белорусский язык. Да, без проблем. Да, я равно так же с удовольствием буду слушать и понимать ваш украинский, но мы, давайте, скажем так, аудитория нашего канала очень разная, и нас смотрят не только белорусы, но и очень много русскоязычных по всему миру смотрят, поэтому мы стараемся говорить так, чтобы максимальному количеству людей было понятно, о чем идет разговор. Алексей, раз вы заговорили про агрессию России по отношению к Украине, давайте сейчас немножко, вот, на ваш взгляд, какова вероятность на данный момент, потому что разные были предположения там по ходу дела летом, осенью, какова вероятность того, что при обострении ситуации в Беларуси, при радикализации протеста, российские наемники окажутся в Беларуси и будут всячески помогать удержать явному пересиденту кресло под собой. Я думаю, что это абсолютно реально. Более того, я видел и сейчас вижу признаки определенного такого гибридного аншлюса Беларуси, поглощения Беларуси Российской Федерацией. Мы видели российский пропагандистский десант в Минске. Мы, когда белорусские журналисты, у которых есть совесть и достоинство, отказывались служить этому режиму, мы видели, как их заменяют российскими журналистами, не пропагандистами, правильнее сказать. Мы видели, как работают советники из российских спецслужб и советуют белорусским спецслужбам. Мы абсолютно убеждены, что это далеко не все. Мы видели угрозу Путина напрямую, ведь Лукашенко же заявлял о том, что он обратится за помощью в рамках ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности к России. А там есть такие силы быстрого реагирования в лице двух воздушно-десантных дивизий российских. Другой вопрос, что ОДКБ – это организация, которая должна защищать от внешнего вторжения. То есть Лукашенко внешним врагом считают жителей Минска, Могилева, Бобруйска, Гомеля, которые вышли на улицы против него абсолютно мирно и без оружия в руках. Поэтому очевидно, что для Путина, и вот события, которые сейчас происходят в России, показывают, что этот профсоюз узурпаторов и диктаторов, он действует. Для него события в Беларуси имели очень болезненный характер. Я думаю, что там Путин может сам и не очень любить Лукашенко, но факт того, что можно сменить такого вот диктатора путем народного подъема, для него неприемлем, потому что он прекрасно понимает, что за Лукашенко следующим будет он. Давайте тогда сейчас немножечко ваше мнение хочется услышать по поводу всего того, что сейчас происходит вокруг ареста очередного срока Алексея Навального и вот россияне, которые выходят на улицы городов. На ваш взгляд, эта ситуация, конечно, немного даже в Телеграме, скажем так, напоминает картинку Беларуси в июле, в июле, там в начале августа, в первые дни протеста. Как на ваш взгляд, что будет вот с этим протестом, протестом общества против неправомерных действий власти в России? Как долго он продержится и чего от него ожидать? Ну, история с Алексеем Навальным, она, конечно, вопиющая. Человека травили новичком, все это доказано, дело это государство. Теперь его просто посадили в тюрьму. Вместо того, чтобы сажать тех, кто его убивал, ну, так как один из них это сам Путин, то понятно, что сажают самого Навального. Мы видим, как десятки тысяч людей в России вышли на улицы. С другой стороны, мы видим, как жестоко подавляет этот протест российская власть. Мне очень сложно дать оценку, чем это все закончится. Кажется, что вряд ли это сегодня сметет путинский режим. Но то, что Путин перешел очередную грань в своем движении к такому узурпаторскому, диктаторскому режиму, где бьют собственных детей в центре столицы, ну, это вопиюще и это совершенно очевидно. Буквально на прошлой неделе состоялась сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Я являюсь одним из делегатов ПАСЭ, представляю Украину. Я, кстати, поднимал там вопрос Беларуси, я бы хотел вам тоже об этом рассказать. Но сейчас, хочу сказать, что у нас прошли там отдельные дебаты по делу Навального. И у нас были отдельные дебаты по тому, достойна ли Россия быть в ПАСЭ. Мы оспаривали ее полномочия. И одно из оснований – это то, что сейчас творится в России, на улицах. То есть, понятно, для нас важнейшим вопросом является российская агрессия против Украины. Но в том числе мы поднимали вопросы и прав человека в самой России. Я, выступая в Страсбурге, в сессионном зале, обращался к россиянам со словами, что это не украинских, и не белорусских, и не грузинских, и не литовских детей сейчас бьют на улицах их городов. А их детей бьют, а подавляющая часть населения молчит и молча смотрит на это. Я уже молчу об этом позоре с этим дворцом в Геленджике, путинским, с шестами аквадискотеками и комнатой для грязи. То есть, ну, сегодня все в руках самих россиян, которые должны сказать, готовы ли они терпеть такой режим, который уничтожает и их собственную страну тоже. Вот это все в их руках. Давайте вернемся тогда к теме в ПАСЭ, которую вы поднимали по поводу Беларуси. Вы говорили, что хотите рассказать об этом, и вот этот самый момент, когда стоит рассказать. Давайте расскажу. Я обещал, когда мы создавали объединение, я общался с белорусами, я обещал, что буду выступать таким адвокатом Беларуси в ПАСЭ, потому что Беларусь не входит в Совет Европы. Единственная страна Европы, которая не входит в Совет Европы, это Беларусь, но это следствие выбора Александра Лукашенко и тот путь, которым он прошел и вот к этому привел. Однако очевидно, что Беларусь является частью Европы, поэтому я, собственно говоря, это и сделал. Я поднял тематику Беларуси в своих выступлениях в сессионном зале, и в том числе, когда к нас выступал министр иностранных дел Германии Хайке Маас, а сейчас Германия председательствует в Совете Европы, потому что там такая система, что каждая страна по полгода, и там потом передает в следующей стране. Сейчас председательствует Германия и, собственно, господин Маас, как министр иностранных дел. Я обратился к нему, во-первых, с вопросом, что делать по Беларуси дальше и как дальше бороться с режимом Лукашенко, а во-вторых, сделал предложение создать на базе Совета Европы постоянно действующую рабочую группу по мониторингу ситуации в Беларуси. В первую очередь, прав человека, потому что это тематика Совета Европы. Вы знаете, что в Совет Европы входит также Европейский суд по правам человека. И господин Маас поддержал эту идею публично, то есть есть видео соответствующее, но есть на моем YouTube-канале, кому интересно, приглашаю посмотреть. И поддержал эту идею. Дальше я уже обратился к генеральному, у меня была уже личная встреча с генеральным секретарем Совета Европы, Марией Печинович-Бурич, с которой я тоже предложил эту идею, и она тоже поддержала. Дальше у меня была встреча с секретарем комитета министров Совета Европы, который тоже поддержал эту идею. И вот сейчас, собственно говоря, я надеюсь, что этот вопрос будет реализован. И до мая месяца, то есть Германия председательствует в комитете министров до мая, до мая месяца мы такую группу сможем создать. Все это происходит, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но если это все-таки произойдет, то это будет определенным прецедентом, потому что, с одной стороны, хоть Беларусь и не входит в Совет Европы, с другой стороны, ну, Совет Европы, это все, включает в себя всех соседей Беларуси, включая даже Российскую Федерацию. Поэтому очень важно было бы, чтобы появился такой орган и такая группа, которая бы следила за ситуацией в Беларуси. Алексей, и чтобы вас долго не задерживать, давайте попрошу вас ваше мнение на тему того, на ваш взгляд, какие шаги, какие действия не мешало бы совершить Украине, правительству Украины, для более четкой, ясной поддержки беларусов? Буквально вот несколько пунктов, которые вы считаете необходимыми. Я считаю, что Украина должна прямо заявить о непризнании Лукашенко президентом, его легитимности, это должно быть официально заявлено. Второе, Украина должна инициировать санкции против беларусского режима. Да, есть критические направления, где Украина это не сможет сделать. Например, для нас проблемным будет по вопросу нефтепродуктов, но по таким вопросам, где это возможно, как импорт электроэнергии, других товаров, я думаю, что Украина должна занять жесткую позицию вместе с Европой и таким образом давить на этот режим. Вот, собственно говоря, те максимальные шаги, которые сегодня может сделать Украина. Кроме того, внутри Украины мы стараемся помочь тем беларусам, которые бегут от лукашенковского режима в Украину. В том числе наша группа обращалась в правительство, и правительство Украины приняло решение об облегчении регистрации и выдачи документов на проживание для беларусов, в первую очередь айтишников, которые желают переехать в Киев или в другие украинские города и жить. Этим воспользовались уже, по моим данным, сотни беларусов. И тоже вот это третье, то есть помогать тем беларусам, которые вынуждены спасаться от репрессий режима Лукашенко, и они это делают в Украине, помогать им. Вот три шага. Скажите, пожалуйста, идет ли какая-то работа по санкционным спискам, которые постоянно подаются штабам Светланы Тихановской и в европейские все структуры, где есть четкие фамилии, о тех людей, которым стоит запретить въезд, арестовать счета и так далее. Поступали ли эти документы в Украину, обсуждается ли этот момент и можно ли ожидать, что вот это вот, скажем, те бизнесмены, если их так можно назвать в Беларуси, которые спонсируют режим, что в Украине у них начнутся какие-нибудь сложности с активами и возможностью выводить деньги? Официально я не знаю, на каком это этапе находятся украинские органы власти. Как народный депутат в нашей группе в парламенте готовы инициировать это через депутатские обращения, поэтому обращаюсь через вас к штабу Светланы Тихановской с приглашением, чтобы такие документы были переданы мне, и я уже как народный депутат и глава нашей группы обеспечу соответствующую подачу документов на имя президента Украины, на имя нашего правительства, и мы будем добиваться того, чтобы такие санкции вводились. Я считаю, что такие санкции должны быть. Спасибо большое, Алексей, за то, что нашли время с нами поговорить. Мы видим, что у вас за спиной начинаются движения и рабочие процессы. Большое спасибо. Мы надеемся, что еще нам удастся с вами пообщаться. Я благодарю вас и, пользуясь возможностью, я хочу высказать слова поддержки. Я понимаю, что, наверное, сегодня многие белорусы, у них такой есть момент разочарования, апатии, может быть, даже, потому что тот народный колоссальный подъем, за которым наблюдал весь мир, как-то кажется, что Лукашенко смог его подавить. Если в белорусском народе есть стремление к свободе, а он доказал всему миру, что такое стремление есть, то белорусский народ обязательно победит узурпатора. В этом у меня нет никаких сомнений. Я верю в то, что мы будем победить в Европе, в Евросоюзе вместе. Украина и Беларусь – две демократические и процветающие страны. Беларусь нам очень близка. Мы любим Беларусь и белорусов. И желаем вам самого хорошего, свободы, свободы. И живи, Беларусь! Живи, вольно! И, Алексей, еще раз дякую вам и слава Украине! Горослава! Друзья, с нами на связи был Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины. И мы поднимали темы, на которые стоит говорить. Редактор субтитров А.Семкин